Всем привет! Давно не виделись. Очень давно виделись, как изменился Дима. После Евровидения. Да, после Евровидения уже ничего, как говорится, у нас в Европе. Шутки на злобу дня. У-у-у, даже мы не забанили. Итак, наконец-то, давно не виделись. Мы сейчас все расскажем, почему не виделись, ничего. А пока коротко рассказываем, что мы приехали куда? В Алгума Пасалла. Да, ты по-русски скажи, что это? Ну, короче, мы приехали на тропу, где надо гулять босиком. Здесь мы оставляем. Различные там преграды. Потому что, снимай. И вот у нас есть такой маленький, который, а почему это? Почему то? Я не хотел вообще-то. Разбываемся. И первый раз мы здесь. Катя уже была, ей очень нравится. Она была давно, да? В прошлом году. А, ну тут несколько раз, много раз была. Это очень полезно для деток. Да, Алиса, конечно, не в восторге, наша принцесса. Кстати, посмотрите, как наша принцесса уже выросла. Алиса, скажи привет. 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 А бусечку пошлешь? Воздушную. Мама. Да, короче. Алиса у нас растет принцесса-принцесса. Это вот как бы не отнять. Очень умная девочка. Очень с характером. Очень любознательная. И не менее прекрасный мальчик, да, у нас? Да. Поздоровалась с Эдон? Нет. Нет. Мама, хочешь что-то? Нет, не хочу. Хочу. Идем. Это начало. А, вот начало. Хочу туда идти, да. Вот. Это начало. Значит, мы будем показывать все и в перерывах рассказывать вам, как у нас дела, что у нас нового происходило, что у нас не происходило нового. Итак, первая у нас преграда. Это камушки. И дети на ней уже посыпались. Ой, как сон. Если мы дойдем до конца этого дня, я буду крайне удивлена. Ну, к вечеру надо. Я даже мясо забыла поставить размораживаться, чтобы Диму покормить вечером. Ой, смотрите, Косте понравилось. Вот это гладкое, Боже, что понравилось, да? Да. И я. А, Алиса зеркало увидела. Ну, конечно, как мимо такой красоты пройти, да? Все зеркала наши. В общем, мы пропали. Мы с Димой... И вы знаете, честно, не было какого-то такого сильного настроения что-то снимать. Во-первых. Во-вторых, у нас было где-то два месяца, что мы никуда не выезжали, потому что у нас сквалился какой-то шквал всего. Вот с некоторыми, как бы, уже нашими, так сказать, друзьями. Мы обсуждали это, те, кто нас смотрит. А Костя болел еще меньше? Да, вот я и говорю, что... Короче, нам не подфартило. Сначала Костя заболел. Во-первых, сначала болела Алиса. Ладно. Потом заболел Костя. Как бы Костя заболел. Я все равно почувствовала, что это как-то не так. Я говорю, давай ей сразу сдавай анализы. Она, да, она очень ценительница. Она такая, она же очень ценит красоту. Она просто... В этом плане, да. Идем, идем, Лиза. Ну вот. Но при этом, если жук... Как бы переговоров не ведет она с ними. И да, у Костя оказалось, что у него скарлатина. Скарлатина. Я эту болезнь знаю. Только по сказке ей болит. И то уже все давно. Костя. Костя. Вот. Ладно. И, конечно же, это дало... Мы лечили скарлатину. Опять антибиотик. Привет. Потом это дало опять наслаждение на уши. У него опять очень сильно упал слух. Ай! Ай! Ненавижу их. Слепь. Не надо было взять пшикулку какую-то. Что-то я вчера еще думала об этом. Ну вот. И... Воспаление на оба уха пошло. Ничего не слышат. Тут приятненько, гладенько. Красиво, кстати, очень. Правда? Костя, повернись. Посмотри на меня, как красиво тут. Видишь? Вот. Опять антибиотики. Лечили этот отит двусторонним. Ай! После Лора пришли вечером. Он говорит, мне голова болит. Ну ладно, голова болит. Болит. Бывает там. Перемерничал. И на следующий день он не пошел в садик. Я просыпаюсь. А он спит. Я такая типа странная. Обычно он уже в телефоне сидит. Смотрю, у него какие-то прыщики на лице. Ну ладно, позвонила Диме. Поехали к дежурному врачу. Ветрянка! Представляете? Ну и, короче, чтобы он не заразил никого. Моя мама с папой приехали. Забрали его на две недели. И две недели он был у нас там. В общем, я к чему. Извините, что мы не записывали ничего, не выпускали. Но не было настроения. Вот это вот все. Вот эта вот кутерьма. Врал. Вот это вот все болезни, болячки. Алиска еще носк носит. Потом у нее сейчас садик закрыт в месяц. Ой, все вместе. Так что вот это коротко. Коротко мы рассказали о чем, как и что. У Кати все еще намечается свадьба. Все близится. Даже девичник будет. И даже, похоже, будет девичник. Как это похоже? Мы уже даже на сайте. Ну, я, может, даже что-то поснимала. Но я не уверена, что все остальные захотят. Ну, я думаю, что можно. Ну, посмотрим. В общем, решим. Ладно, снимаем дальше. Потом еще поболтаем с вами. Это для сортировки. Что, ням-ням? Откуда ты знаешь? А где ты ням-ням? Она как долго разлагается. Да, а где ты видишь ням-ням? Бидоны с молоком? Кость, иди назад. Что, ням-ням? Что тебе ням-ням там? Или конфеты, она имеет в виду, там видит. Или пиво. 200 евро, 500 часов. Только это не в евро. Хватит о деньгах думать. Иди. Это лет. Кстати, я хотела рассказать по поводу ветрянки. Если бы... Только сейчас всего, ну, вообще в шоке. А, ну я, кстати, мы потом, когда... Ой, Костя, на самом деле, очень тяжело переносил. У него очень скакала температура. То очень высокая, то очень быстро падала. Потом опять быстро вырастала. В общем, тяжело переносил. Весь покрылся прыщиками. Бедняга, опух. Нереально. И на фоне того, что вот он два раза подряд сибиотики пил, у него потом живот начал болеть. Хорошо, моя мама издоверенности. Я поехала с ним в больницу. Но оказалось, что у него просто, ну, как этот... Как называется? Ну, короче, вот вздутие живота. Вот что такое. Из-за того, что он ничего не ест толком. Сказали, там, попить из помизан, еще, еще что-то. Про биотики. Ну, про биотики мы до сих пор пью. Так вот, сейчас для ветрянки есть такие пенки специальные. 20... Короче, дорого стоит. 27 евро как-то дорого она стоила. И вот они блокируют это, чтобы эти бактерии дальше по телу не расходились. И плюс снимают зуд немножечко. У них в холодильнике нуждают, охлаждают. Пенка такая. Так вот, Костя наш умнительный. Мы ему этим мазали. А наш прозрачный, ее же не видно. Не помогает. В итоге мама намазала ему по старинке прыщик зеленкой. И вот это ему помогло. Вот зеленка ему помогла. Он видит, что вот там вот намазала, значит, сразу легче стало. Естественно. Вот, поэтому, поэтому все-таки он был весь зеленый. Вот это вот стандартно, вот это вот шрековский вариант. Ну, ничего, мне, конечно, у каждого человека... Мне кто-то кусил, а мне показалось. Я потом посмотрю на камеру. У каждого человека, наверное, должна быть такая фотография. Но, видя, как он это все бедный мучился, было принято решение сделать Алисе прививку от ветрянки. Алиса очень сильно обиделась и на нас, и на врачей. Что-то на детском ругательном высказала, когда дверь закрывала. Потом, короче, да. Вот. Как-то так, да, Алис? Да? Ай, бубу. Бубу там будет, может быть. Так, тут еще есть, смотри, столы, да, где можно погрилить. Футбол поиграть. Футбол поиграть, волейбол. Прикольно, классно. Особенно, если там в большой компании кто-то грилит, женщина, например. Пацаны играют. Что? Молодец, жди нас. Мы тебя потеряли из виду. Футбол, 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 футбол. Чуть-чуть другая, да, там тут нет? Смешная, да? Какие мы с тобой толстые тут. Да, привет. Тоже паркурил тут? Молодец. Обезьяна. Семка моя. Кучеряшка. Кстати, мне кажется, я не рассказала, сколько билетов стоили. Да. Я выкинула. Билеты стоили 9 евро на человека. Это вот в июле такие цены. В июле, в августе. Июль, август. 9 евро на взрослого человека. И 3 евро на ребенка до школьного возраста. А школьного возраста 7, да? Уже? Да, Кать? Понятненько. Вот. Ну, только, наверное, годы гимна, как-нибудь, в 3 плюс. Если у тебя больше всего детей, тогда, может быть, только какие-то скидки. Так что вот так вот, чтобы вы узнали. О! Много раз смотрели прогноз погоды, что сегодня не будет дождя. Ну, короче, все-таки... Кап-кап-кап наступил. Я только надеюсь, что это такое будет, знаете, типа чуть-чуть. На уровень нашего везения процент. Ну, очень будет надеяться. Нам, помимо различных испытаний для ног, скажем так, сегодня день ног у нас. У нас комары, то есть мы еще и кровь обновляем. И у нас еще и бесплатно душ включен. В общем, все включено. Алиса уже постепенно такая... Во что я вязалась? Зачем оно мне надо? Да? Интересно. Тут окора, такая похожа на кору всяких сосновых. Ой, шишки, точно. Значит, сосновые всякие, еловые. О-о-о-о! Сколько шишек! Вот, спаялись, пойдут комары еще подняли шишек. Возьми две и идем. Оп-оп! По шишкам, по шишкам. По битому стеклу тоже нужно будет идти? По битому стеклу тоже нужно будет идти? По углям? Отлично. Какой-то голубой. Что-то голубое. Похоже, как насыпают в этих детских площадках. Очень красиво. Костя, к воде не подходи тонко. Ну вот у нас скандал начинается на обратном пути. Я не забыла снять, не успела. И что-то мне в голову вылицало. Там была грязь, в которой дети с удовольствием походили. Мы с утекать, вот Катя одной ногой. В грязи. Что-то она передумала. Алиса, ты куда пошла? Нет, Алиса, нет. Алиса, не-не-не. Давай, иди сюда. Короче, грязь и вода им понравилась. Идем. Там с удовольствием побрызгались, покупались. Ну, как покупались, мы в этой грязи походили. Потом, вот сейчас мы вот уже понемножечку возвращаемся. На самом деле, не такой большой круг. Я думала, что мы там реально будем часа четыре гулять. А, ничего не все, да? Нет. А, ну нет. Мне кажется, только половина. А, ну хорошо, хорошо. Вот так. Я с лесу не люблю. Там мастер-ком, ну и дождь. Тима, колка. А здесь нормально, да? Ее дача больше нравится, чем Костя. Она такой кайф получает. Она все время там с мечом играет, бегает. То есть, если Костя приходит на дачу, чуть-чуть посидит, там шашлык поест, и потом, ой, я хочу там мультик посмотреть, я хочу там телефон, еще что-то, то это вообще не заходит в дом. Ну, почти. Ну все, попробовала, идем? Все равно своего, все равно своего добьется. Нет, ты посмотри, как она украла. Ты молодец, Алиса. Ты молодец. Молодец, умничка, молодец. Дай пять теперь. Дашь мне пять? За цветочек Костичка мне. За цветочек подарили. Надеюсь, это последний зацепленный. Алиса, ты молодец. Ты молодец. Чего ты застеснялась? Ручки. На, а, ты обидуешься. Костя, Алиса обидула, что ты ей цветочек не подарил. Маме подарила, а ей нет. Давай я тебе сделаю. Все, пошли. Конечно, там где мягенько, там она сама. Нет, все молодцы. Дети вообще, Костя, очень интересно. На самом деле, классно для ног. Очень классная вещь. Я даже не сомневалась, что это было. Ну да, мы про Костю волновались, потому что он начал там, я не хочу лезть, не то, все, не хочу. А сейчас уходит. Костя, подожди, зайчик. Стой там, где голубые шарики. Такая мягкая тут, коверная. Да, Алиса классный? Вот. Так что, очень прикольно для ножек, для деток, для развития, как сказать, координации, так скажем, равновесия. Да и вообще, на ногах столько точек различных, которые нужно поактивировать иногда. Учитывая, что мы все время в закрытой обуви, замечательный повод погулять пешком. Алисочка, я понимаю, что ты хочешь поснимать, да. Ну, на, чуть-чуть поснимай, хорошо, мне, мне, да. Поснимай чуть. Извините, пожалуйста, за немножечко тряску. А, ты нормально? То есть она, хочешь, я ее еще не сла. Ну, снимай. Мы хотели поснимать, как здесь красиво. Красиво. Красиво, да, Алис. Извините, если кадр немного трясет. Алиса снимает первый раз и чуть-чуть нервничает, да? Класс. Камушки, битое стекло, какая прелесть. И тропки. В общем, мы закончили все. Мы все успешно прошли, мы большие молодцы. Костя вообще пришел первый, самый победитель. Как тебе понравилось? Да. Очень понравилось? Да. А какие тебе понравились больше всего испытания? Все. Все понравилось? Все. А Алисе больше всего понравилось, как мне с зерном. Мы кайфанули, я ее оттуда или вытащила. Костя, на тебе, Алисе, пить дает. Я доказала, что надо отдаст потом. Я вытащила ее только с тем, что дала ей камеру. Ну, типа, что, типа, снимай. Никак. Ну, мне тоже по кайфу зерно. Я тоже, я помню, в детстве тоже любила в зерно руку паскать. Вот, да. И там, как бы, кайфанули мы. Ну, вот, да, карта. А то есть, что случилось? Мы были один раз. Так ты сама отдала попить. Ну, так ты сама отдала ему. Давай. Сама отдала. Так нельзя отдать, а потом забираешь. Она снова хочет попить. Спасибо, да? И сейчас мы поедем покушаем. Да? И, в принципе, на этот день будет, наверное, аж закончен. Поедим с детьми. И поедем. Катя нас отвезет домой. И поедем домой. Я забыла поставить размораживаться мясо. Поэтому не знаю, что готовить дома. Ну, посмотрим. Так что, вот так вот. Ну, еще будем кушать. Еще увидимся. Ну, вот, мы приехали покушать. Я очень, как это продумано, села напротив Кати. Потому что там тенечек, и там двое детей. А-а-а! Да на солнышке позже, тетечке. Ха-ха-ха! А че? Вот, как бы, вот. Ну, я не помню, мы снимали это место, не снимали. Это единственный вот в этом месте такой, скажем, минус, что только наличные можно расшираться. Ну, помню. Все-то еда. Демократичные цены достаточно. Покажу. Простая вкусная еда. Китлограждане не есть? Я думаю, что да. Я хочу китлограждан, я хочу карбонадик, я хочу квасик и молоком все-то зашифануться. Алиса, сиди. Сиди. Вот, дали детям посмотреть. Так что так вот. Короче, да, в сентябре мы собираемся в Грецию. Да? Вот, так что... Нет. Алиса. Нет. Алиса. Вот, представляете, вот тут, да, что-то ей не хочет делиться. Делиться не хочет, или что она? Но хочет держать, наверное. Или что-то не то включили. Не то включили? Ультразвук. А что ты хочешь? Ну, вот, например, комплексный обед. 5,80, да? С собой и 5,60 на месте. Если перевести, кому интересно, в рубли, просто убирайте. Во нуля добавляется, короче. Получается, короче, вы знаете, вот, поняли, что я имею в виду. Вот это, ну, да. Так, супчик у нас 5,40, 4, жульен 6, сухарики с чесночком. Давайте посмотрим основные блюда. Вот горячие, например, ребрышки 12, филе 10, шашлык 9. Здесь, как бы, ну, нормальные цены. Вкусно покушали. За все заплатили 35 евро. Две закуски у нас были сухарики, жульен, шашлык. Мы не показали. Была очень большая порция шашлыка. Шашлык Кате понравился. Она не смогла, не осилила, не доела. Картофельные блинчики. Я взяла салат горячий с курицей. И, конечно же, на полный желудок. Что нам нужно сделать? Попрыгать, да? Открой. Ну все, ребятушки, мы поедем домой. Будем готовить кушать, да? Косточка, ну вы только что покушали. Дети с детям зашли сухарики сейчас, на ком они все подмяли. Вот. Так что поедем уже домой. Мы очень круто провели эти дни. На самом деле. Мы вчера тоже были в этих, где, помните, мы как-то снимали, где водные горки кататься можно и детям там. Ну в общем, там были вчера детям зашло тоже, но мы ничего не снимали, потому что, во-первых, мы не взяли камеру. Да? Ну во-вторых, мы бы и не смогли бы снимать, там все-таки вода, нужно с детей смотреть. Вот. Так что, что еще рассказать? Ну все, да. Я надеюсь, что мы исправимся и что-нибудь скором времени опять снимем. Извините, что так скомканно, если получилось. Так что, ну, хотя бы так увидели с вами, а не трясут мне камеру. Все, всех целую. Пока. Чмоки-чмоки, колокольчики и подписка. Субтитры сделал DimaTorzok